Конечно, ты что, я святая вообще. У меня даже крестик есть, хочешь покажу? Не надо ничего показать. У вас что? Вот, у меня крестик есть. Смотрите, у вас такая книга в доме есть? Как это? Есть, есть в Библии. А показать можете? Показать можете. Да, сейчас только найти надо. Ну, надо найти, она у бабушки за стенкой. Ну, скорее всего, да, я просто не с бабушкой живу. Ну, это все говорят так, то есть брешут. Брешут, ну подожди, подожди, а что надо сделать? Ты кто вообще по реликвии, по этому? Мы, православные христиане, проповедники, пришли в это место разврата, чтобы людям сказать, что за что делают здесь, ждет огонь вечный гиена с сатаной вместе. Чтобы люди поверили, что Христос умер за них, воскрес и зовет к покаянию. Чтобы жили по-божески. У вас какая секта? Никакая, мы православные. У вас какая секта? Это не секта, мы люди православные. У вас знания нет. Не ругаться только, не ругаться, чтобы... Можно я вино выпью, вино можно, разрешается... Так, все, пока пейте, без нас. И что же, о чем она говорит? А вы вопрос зададите, я вам отвечу, что она говорит. Но Библия говорит о том, что умер Христос за нас и воскрес, чтобы мы жили до праведности, чтобы мы его приняли как спасителя, покаялись, пошли в храм Божий православный. Сходили на исповедь и начали жить по-божески, по заповедям его. Я верю и живу этим. Сознательно пришел, покаялся в 23 года, а теперь уже 57 лет я иду этим путем. Вы не видели его ни разу, это все бред. Ну да, я не видел ни разу, так и вы многое не видели. Вы Юлия Цезаря видели? Ну, он-то был. А как вы узнали? Ну, вы же прежде не видели, знаю. Ну, значит, вы не видели, а верите. То есть верите то, что... Вы в Бога верите? Вы в Бога верите? Верим. Он сейчас на самом деле существует? Ну, а если он не существовал бы, то у вас не было бы здесь, у вас бы постельки не было. Это Бог все сотворил? Нет. Нет. Ну, смотрите. Человек... Человек такое создание, что никакая электроника не может сегодня воспроизвести, как человек может менять настроение и говорить то, что когда-то говорено было, он вспоминает через 30 лет, а ни разу не вспоминал, где это хранилось. Когда через 7 лет весь организм обновляется. Вы не тем голову себе забили, просто прям жалко, вот так все потратили. Вы где-то кроме дома были в трудных обстоятельствах жизни? Так что смерть прямо наставила на вас пику? Ну, много раз было такое. Много раз? Да, судя по возрасту, мы не должны были много раз быть. Вот немножко где-то. Ну, меня это много. Три раза достаточно было. Ну, хорошо. И вы понимали, что сами не выбритесь или надеялись на свои силы? Ну, когда-то надеялись на свои, когда-то просто... Не просто. Не просто. Знаете, когда началась война, вчерашние комсомольцы кричали, Господи, помоги. Потому что жизнь кончилась. Лежу, говорит, в окопе, а танки утюжат. Я один остался от всей роты. Я, говорит, впервые помолился Богу. Даже Путин, говорит, когда Норд-Ос захватили, я, говорит, впервые встал перед иконами и сказал, Господи, что делать? Там же дети. Надо верить во что-то, просто кто-то верит в что-то другое. Не во что-то. Вот знаете что? Христианству... Вот сейчас идет 2019 год. А начало от чего идет? От счет идет. Какое событие было? В смысле? Я не понял вопрос. Сейчас на дворе 2019 год. Вы согласны? Ну, а первый-то от чего начался? Один, два, три, 2019. Что за событие было? Что пошла новая эра, называется. И все развитые страны, все по этому счету идут. Не считая дикарей. Ну да, дураки все. И не знают, от чего идет счет. И у вас в дате написано рождение. От чего первое-то? Ну, допустим, вы родились в 2001 году. Ну, к примеру сказать. Так от чего первый-то год был? У вас в паспорте написано это. Вы просто не задумывались. Некогда было. Увлечены были женщинами. Мне просто это неинтересно. Это неинтересно, но это мы должны знать. Это крайняя уже необразованность. От Рождества... От Рождества Иисуса Христа. Знать и всю жизнь отдать этому. Это совсем разное. Я теперь знаю и буду дальше продолжать жить так, как я живу. Но от Рождества Иисуса Христа вы не против? Я не знаю дату. Ну, так вы что, совсем не учились в школе? Почему учились в школе? Ну, хорошо. Ну, ладно. Вы родились там от Рождества Днерона, допустим, Ирода. Ну, что от этого изменится-то? Никто не будет. Рождество Иисуса Христа обновило мир. Он умер за грехи людей. Второе. Второй вопрос. Сегодня у нас воскресенье. Я из Барнаула звоню, у нас уже воскресенье. Сейчас пойдем в храм. А почему этот день называется воскресеньем? Не знаю. Вас как звать-то? Евгений. 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 Это означает почтенный, породистый. Благородный. Да. Так вот, здесь очень важно отвечать своему имени. А в честь кого вы названы Евгений-то? Просто так. Не просто так. В честь святого Евгения, его не было бы у вас в имени. Меня зовут Игнатий Лапкин. Игнатий. Означает греческого неизвестный. Это у нас календарь-то весь греческий. И наполовину еврейский. И латинский есть. Русских имен-то пять штук, что ли, кажется. Пять всего только. Дальше. А почему называется воскресенье сегодня? То, что Христос воскрес. Дата от Христа. Рождение от Христа. Имя от Христа. Мы живем, плывем в христианстве. Мне дикого неудобно прерывать, но я, наверное, пойду. Так, что хотите сказать? Я говорю, мне неудобно, но я, наверное, пойду. То есть вы будете ругаться сейчас? Нет, я пойду. Да вы подождите маленько. Такой встречи у вас не будет. Вы наши ресурсы посетите хотя бы раз. Ютуб. А как найдете? Хорошо. Вы найдете ключ, два слова запомните. Игнатий Лапкин, это я. О, хорошо. И по скайпу, если зайдете, я вам все ресурсы скину. У нас на Ютубе 17 тысяч 400 наших роликов. Мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить. А был бы я неверующим, и бы 21 тысяча селений исчезли. Никому не надо. Вот будучи верующим, я совсем по-другому живу. Я в 23 года пришел к Богу, а? Всего вам хорошего. И вам всего хорошего, Евгений. Запомните, Игнатий Лапкин, по скайпу зайдите и напомните, что были сейчас рулетки в этом гнилом, страшном месте. Блудливом. С Богом, Евгений. Мы пришли сюда рассказать, что за наши грехи умер Христос Спаситель и воскрес. Чтобы люди жили для Бога. А не жили для блуда. А вы батюшку? Для вас, да. Мы можем вам помочь ответить на ваши вопросы духовные. Как душу спасти, как Бога прославить, как не быть в тягость родным. Горе-то какое везде. 85 процентов, 86 процентов разводов в первые три года после женитьбы. И только за время перестройки безбожные женщины в России сделали 120 миллионов абортов. Государство проглотили. А вы что не спите-то ночью? А там ночью у нас утро. Мы сейчас в храм идем. У нас другой поезд. У нас разница с Москвой 4 часа. А мы всегда встаем в 4.40. А, понятно. Это Алтайский край. Город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Понятно. Я вас не страшусь и говорю вам все данные. Я из Москвы. Ну, из Москвы, значит. Там храм Христа Спасителя есть. Там ездят помолиться, достать Библию. Эта книга, самая главная книга в мире. Она отвечает на все вопросы. Кроме одного. Я смотрю, у вас книг там много. Мы живем по заповеди Господней. Не только по своим силам, но и сверх сил. А какая-то радость. Знать, что за гробом другая жизнь. Когда Господь за все воздаст. И справедливость восторжествует. За гробом есть жизнь. Как? За гробом есть жизнь. А если ее нету, то эта жизнь не имеет значения. Как Лев Толстой говорит, когда мне сказали, что за гробом ничего нет, то меня два года охраняли от сказок, шнурков и веревок. Я не хотел жить. Лев Толстой. А когда понял, что Бог есть, все отошло. Я для Бога живу. Самоубийцы в ад идут. Кто курит, на 12 лет жизнь, короче, они самоубийцы. Кто курит? Да. А вы не курите? Сохрани Бог. Мы строим с нуля деревню. И первую беседу ведем с человеком. Он должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Я курю. Ну, а что вам это даст? Последние 10 лет будете туберкулезом харкать. Зачем вам это нужно? Если бы это природой было установлено, была бы выхлопная труба где-то спереди или сзади. Так, если вы хотите узнать больше, у вас скайп есть? Нет. Интересно как? Скайпа нету. А по скайпу можно беседовать как по телефону. Кто у тебя в друзьях, родные, хоть сколько, и друг друга видеть. Эта система прекрасная. Понятно. Если бы у вас был скайп, я бы вам сказал, как на наши богатства эти. Я, Игнатий Лапкин, по скайпу только зашел, я бы вам скинул все материалы. У нас большой ютуб. 17 тысяч 400 роликов наших. А как канал называется? Канал называется так. Канал «Во свете Библии». Можете? Зарядите сейчас. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин добавьте. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ну-ка, попробуйте. А вы туда ролики выкидываете? Как? Ролики вы... Да, у нас все записывается, выставляется. А что записываете? Что? А что записываете именно? Ну, где бывает, вот мы строим, в храме бываем, занятия с детьми, была миссионерская поездка. У меня 38 томов вышло из печати моих трудов. И я решил их подарить библиотекам. Мы проехали с Барнаула до Владивостока, потом до Лиссабона. Все страны Европы прошли, Скандинавию, Прибалтику. Их 650 городов посетили. И сделали подарок на 35 миллионов рублей. Были бы неверующие, у нас бы ничего этого не было. Я вел занятия одновременно в пяти университетах, 13 школ, все отделы милиции, воинские части, заводы, фабрики. И накопилось много материалу. Люди спрашивают, ответы. И все это отображено в книгах, которые имеют воскрешающие действия на людей. А в театру летки-то что вы ищете? Здесь самое заразное место. Блудилище, садом. И мы пришли сюда, чтобы сказать, что ждет людей, которые отверглись Бога. Будут с сатаной в озере мучиться огненным, если не покаются. А кто покается, примет Христа воскрешшего. Получит жизнь вечную, чтобы жить с Богом. Мы для этого пришли, как врачи для больных. Так, ну и что у вас получилось? Набрали? Не, как называется? Во свете Библии. Во свете Библии. И добавьте Игнатий Лапкин. У нас религия мусульманская. Ну и что, что мусульманские? Мусульмане тоже люди? У вас... Ну смотри. Да, вижу. А, понял, понял, понял. Простите. Считать можешь? Ирига Коран, считайте? Я не просто считаю. У меня том написан о Коране. Сура Аяты. Сравнение с Библией. Мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего, как второе лицо Троицы, чтобы жили для Бога. Что-то зависло, всё. Вы читаете Коран? Конечно. А. Там что сказали? А мне что сказали? Это вы должны там знать. У меня вот своя книга, и мы по ней живём, и по ней поступаем, и верим написанному в ней. А вот уж как Бог откроет вам. Что-то зависает. Я только Коран читаю, других читать не надо. Да и Коран не знают. Я вот с мусульманами беседую. Совсем не знают. Не знают ни Суру, ни Аят. Кто не знает? Мусульмане. Они такие же тупые, как наши люди. Стоят в храме, ничего не понимают. По-русски начнёшь нельзя, только по-арабски. А арабски не знают. Вот эту надпись просчитать. 250 человек, ни один не просчитал. А что мусульманин? Ну, по природе. Я мусульманин, но это всё закончилось. Так, нам мешает интернет, говорит. Ладно, пока.